очагов тв представляет добрый вечер здрасьте о чем общаемся политики о войне по ней вы из какого города ну не знаю белгороде например брянске там в смоленске в курске это люди уже не считают что нет особо войны знаешь как-то считают что она есть украина полна россия напала на украину калининград я ничего низко не говорил а ты из калининграда да да и а вот как ты думаешь калининград лучше к чему присоединился к германии обратно больше или к литве ты бы хотел когда будет распадаться россия там он к чему присоединился но если честно россия смотри россия ведь она проигрывает войну как ты наверно понимаешь на на всех фронтах украине да в украине ну смотрите вы же думаете что россия напала на украину правильно понимаю конечно конечно но но однако россия знаете она еще даже свои войска вводила туда основную силу она не вводила если она не вводила основную силу для чего тогда она набирает мобилизует сотни тысяч людей если она еще не вводила силы для чего она тогда гражданских на гражданских набирает если основная армия не входила ну подожди туда у меня ушло 8 друзей как бы на пол но они гражданские люди или или они были военными до этого они были войну на момент на момент когда они ушли они были военными или гражданскими вот а почему же если если ваша армия еще ничего не начинала почему же набирают гражданских людей ну потому что это люди зачем что своя армия закончилась кадровая уже для чего он отправляет гражданки то время как не отправляет кадровых военных как ты думаешь военные это которые служат уже много лет и служили до момента этой войны они пошли добровольцы они пошли а затем вы набираете добровольцев из штатских людей если ваша армия есть регулярная которая еще даже не начинала воевать как вы говорите а зачем нам водить детей которые еще не понимают регулярная армия это не дети регулярная армия это контрактники которые служат уже много лет закончились в украине а куда делась ваша вся армия контрактная куда она делась как вы думаете где где она есть где она есть хочу она не воюет в украине добровольцев а кадровых военных оставляют в россии до молитва еще было у нас мобилизатор да вы все знаете мобилизатор там были наш они еще не ваших вам даже 2 и когда они войдут когда они войдут а вы знаете когда у вас началась мобилизация конечно когда когда да когда вас стали призывать в каком месяце у вас началась она нет и 24 а когда начали призывать ну вот массовая когда начали призывать массово ваших мобилизовывать ваших гражданских совершенно верно в сентябре знаете смотрите сентябрь октябрь ноябрь декабрь то есть вы хотите сказать что за четыре месяца у вас ни один из ваших мобилизованных свежемобилизованных не попал еще на фронт вы знаете вы знаете когда у вас началась мобилизация в сентябре месяце был такой рекорд что человек сегодня его мобилизовали или два дня его уже грохнули на фронте а второй был рекорд такой его сегодня мобилизовали на в сентябре было а через четыре дня он уже был в плену а вы рассказывать сейчас сказки а где же ваши четыре месяца без за 300 тысяч мобилизованных людей где они держат как вы думаете а зачем они делаю а зачем они на границе россии держат военкор военкор это военный корреспондент причем корреспондент военный начальник знает военкор тоже не обязан знать и не может знать военный такой забавный чел ты из какого города а калининград извини я просто очень много разговариваю сегодня это у меня уже наверное 15 беседа я не стремлю вы знаете с новым годом вас украинская армия поздравила в макеевке 600 ваших грохнули грохнули хаймар 80 человек это ваши официальные данные примерно примерно 10 как правило на следующий день где где какой ледовый дворец что вы имеете а вы даже об этом не знаете и там 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 вообще никто не погиб по моему да кто-то а сколько там погибло человек это же вы то что вы обстреливаете жилые кварталы я знаю до гибнут люди где где там ты можешь сказать где там где то я не понял я все не понимаю о чем ты говоришь ты вообще ничего не знаешь по моему если не знаешь зачем же ты говоришь я тебе говорю факт который даже подтвердила твое министерство обороны украинские воины грохнули ваших по даже по вашим данным 80 чем-то человек и там еще продолжают естественно из-под завалов вытаскивать трупы но на самом деле по данным а американской и других разведок которым можно доверять на сто процентов ваших там грохнули больше 400 нет нет вместе с ранеными там больше чем 600 погибло вместе с ранеными больше я сказал грохнули вместе с ранеными короче смотри по украинским данным убитых ваших на двухсотчин их 400 чем-то и раненых еще 300 человек на буча мародеры и насильники проявили свой нацистский мой нацистский драм если так в двух словах это неправда это неправда это неправда у меня есть видео где я показывал когда вы когда он поднял в чем только кто ему должен был ответить и что он поднял давай давай по факту давай давай что он то он поднял и что ему должны были ответить давай что что стоит стоит я не вижу что там темный экран блин там ничего не видно то там написано там не написано что будет открыть чем ты врешь мобилизация мобилизация украине выходит на новый уровень днепр обувь значит поверьте листов персональными данными людей которые не делятся в их команды после получения поверь листовка под названием они не защищают родину указаны фамилии имена фамилии года рождения и адрес проживания ну правильно я считаю правильно я считаю потому что людей которые не защищают родину когда их во время войны призываю их надо обнародовать я я с этим кстати абсолютно согласен это абсолютно правильно да это правильно да это правильно да это правильно я-то в госдеп госдеп сша 10 10 10 12 тысяч долларов в месяц нет не понял как как понять них это это выше средней зарплаты это вот так выше крыш 12 тысяч долларов в месяц это нормально никто никого не агитирует украинские ребята погибают и мне не дает до сказать ты задал вопрос я тебе отвечаю ты не дает ответить а вот отвечаю украинские ребята гибнут за свою родину они и защищаю я не закончил ответ я не закончил ответ а ваши а ваши собаки которые заходят сюда как оккупанты дохнут и удобряют украинский чернозем и чем больше их тут сдохнет в украинской земле тем будет потому что они никого не завоевывает и не оккупировать как ты можешь назвать украинского бойца оккупантом если вы оккупируете сейчас украинскую землю как это вы не оккупируете а кто оккупировал ферсона подожди насчет того по бандере у вас есть значит есть славу слова бандере у кого есть у кого нет это каждый человек как этому по своему какое твое дело мы сейчас не об этом говорим мы сейчас говорим не об этом мы сейчас говорим о том что вы страна оккупантов мы сейчас я тебя вынужден отключать звук ты мне не даешь говорить мы сейчас обсуждаем то что вы страна оккупантов и важно оккупанты дохнут на чужой земле а вы вместо того чтобы остановить эту позорную войну вы рабы блин подлизываете власти на полицы путинские и радуетесь что ваши дохнут и говорите ату давайте еще туда миллион кидать там еще вдох миллион потом еще миллион а украинские защитники гибнут за свою землю их хоронят с почестями понимаешь а вам животным там нечего делать и вы достойны любых оскорблений которые вы получаете понимаете теперь эти отключают звук говоришь я тебя слушаю бандера является героем украины который всю свою жизнь я не закончил ответ тоже я когда говорю у меня программа тебе отключается так вот бандера это герой украины который всю свою жизнь отдал в борьбе за свободу и независимость украины счастье включу звук давай крякой а вот теперь расскажи мне вы тихо 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 матом а там не ругайся у матом не ругайся ну матом не ругайся если будешь ругаться матом я тебе вы только ты ругаешься матом у тебя выключен звук извини я тебя не могу слышать и без мата умеешь разговаривать бандеры чувака понесло вот эти как его от бандеры ломит блин бандера умер блин 50 лет назад вот до тех пор ночь как рвет ему пердак блин от бандеры вот бандера моя тебя не слышу чего когда ты матерь ты начал материться у тебя выключен звук если ты перестанешь материться подыми руку вверх я больше не буду материться и тогда эти включу звук а будешь материться все тогда можешь просто шлёпать губами давай пошлёпай губами давай я такую-то какую-нибудь музычку включу давай пошлёпай губами как их рвет от бандера молодец молодец степан андреевич правильные дела он делал раз их до сих пор так рвет от него блин сюда будешь материться если не будешь подыми правую руку вверх и скажи клянусь не материться больше никогда в жизни пошел вот вы поняли да с этим чмошником естественно говорить дальше не о чем как их рвет от бандеры до сих пор это капец